Канал года два. Да, серьезно. А как он называется? А как он называется? О, подождите, подождите. Только не ругайте, что вы. Нет, нет, конечно. Во свете Библии... Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Я помню, что Лапкин, я фамилиарно. Да. Вот как. Блин, это так круто с вами встретиться, реально. Видите, мы у нас деревню строим с нуля, и у нас очень... Да, я смотрю, я же говорю, я смотрю. А вы как раз смотрите сейчас? Конечно, да, я смотрю. А вот какой последний ролик? Последний ролик, назовите, как называется? Последний ролик я смотрел, это про детский лагерь. То, что его пытались закрыть службы. Но я пересматриваю, грубо говоря. А сегодня какой я поставил ролики? Какой последний у вас? Ну-ка, посмотрите. Нет, я последний не смотрел, но я пересматривал старый. А-а-а. И ваш лагерь пытались закрыть, а вы пытались его отвоевать. Мужественно. 45 лет. 45 лет начальник, без помощи государства. Тысячи детей отдохнули, и они только убивали и убивали. Бесплатно. А ни рубля от государства не было. Конечно, я как бы не совсем преемник веры, но лагерь у вас был по-настоящему хорош. Конечно. То есть, мне не котируется то, что запрещается детям то, все. И, наверное, конечно, возможно, можно запретить, но я, конечно, не поклонник каких-то рамок. Рамки мне не интересны. Мне интересна вера. Вот смотрите, я человек, который не верит, грубо говоря, ни во что. Но я с удовольствием смотрел ваш канал и образовывался. То есть, мне интересно было, когда вы, например, про Бога что-то рассказывали. Даже если я не верю, мне это интересно было. Вы очень хороший человек. Вы делаете хорошее дело. Ну, мы стараемся для Бога. Сами тому по себе никакие. А Господь это все делает. Бог. Нет, вот, опять же, я же говорю, я не верю в него, что и вы, как человек, очень хороший, открытый, добрый весьма. Мне это, знаете, понравилось, я поэтому и смотрел. Вот сейчас мы выставили ролик. Мне помогают тут. У нас была встреча с Александром Менем. Священник был такой, энциклопедист. И его зарубили, топором зарубили его. И наша беседа сохранилась. Ну, никто не знает. Он только до дома дошел, упал и умер. И вот он был... Он был самый популярный среди интеллигенции Москвы. А и мы с ним беседовали. А Александр Мень. И сейчас сделали так, что выставили только этот наш ролик. И в Ворде, и в Аудио. Прямо тут найдете. От самого начала. Последнее видео у вас это. Лучший из них как терм. И хуже колючей изгороди. 18 марта 2019 года. Номер 119. Это вот здесь я в рулетке записываю. Кто встречается. Мы... 50 дней я уже как зашел сюда. И уже записал я где-то примерно 220 роликов. Вот видите. Нам-то с вами не о чем, конечно, поговорить. Но канал-то я ваш смотрю. А вы посмотрите. Вот мы с вами говорим сейчас. И это будет стоять в интернете. Хорошо, я не против. Абсолютно не против. Так а чего против? Видите, в чем большая проблема? Я же не верю ни во что. Это плохо. Что не верить ни во что. Это человек никакой. Нет. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Тварище-то нет. Но дело в том. Вот смотрите. Я не верю ни во что. Но я все равно смотрю ваш. Ну, грубо говоря, православный канал, так сказать. Понимаете. Я вот смотрел, когда в армии был. И привезли фильм. Он немецко-французский поставленный. Отверженный. Виктор Игуго. Называется Мизерабле. Очень интересный. И вот там одна фраза такая. А я до этого его никогда не считал даже. И там написано, когда он уже умирает, Жан Вальжан, а играет Жан Габен. И там Мариус. Пришли к нему с невестой. И говорят, как много ты страдал, Отец. А вот так распятие. О Христе. Он говорит, нет. Вот он великий страдалец. И разве не было у меня другой мысли, как спасти не жизнь, но душу. Вот это меня так тронуло. Я нашел книгу эту. В армии служу. Посмотрел еще фильм. Я убедился в этом так. У меня сильное было искание Бога. И уже после армии, там год прошел, наверное, мне в руки попала Евангелие. Я уже работал на флоте, на корабле. И я спустился на колени и попросил у Бога прощения за все. Я понял, что Христос умер за меня. Простил мне грех. Если я буду веровать в него. И вот 56 лет я иду этим путем. Теперь позади меня там и тюрьмы, и лагеря. Другая совсем жизнь. Совершенно другая. Хорошо. А можно у вас... Да. Откуда тогда взялись динозавры? И когда они жили вообще? Кто? Кто откуда взялись? Динозавры. А их не было. Откуда вы взяли их? Ну как... Один из вариантов, их не было. Их не было. Придумать еще не надо. Вот, допустим, говорят, человек от обезьяны. А потом промежуточное изменение пятиконтропа, австралопитеки. А академик Верхов доказал, что взятые кости на расстоянии 2,5 до 5 метров от разных животных. Ну люди-то не знают. Говорят, Дарвин доказал. А Дарвин никогда не доказывал, говорит, это напрасно. Он говорил видоизменяемость. Я как биолог, я выучился на ветеринара. У меня был вопрос такой. Дарвинизм. Ну то есть теория Дарвина, эволюция. Как Дарвин производил свои научные, так сказать, открытия? Два острова рядом стояли. Один остров и второй остров. Одинаковые виды птиц были на этих островах. На одном острове были, допустим, фрукты кокоса, например. А на втором были манго. Ну, грубо говоря, там, можно вообще любые взять, это не важно. Ну, птицы приспосабливались под остров и, например, менялись в плане внешний. Ну то есть у кого-то у птиц клюв стал длиннее, чтобы из кокоса выпивать сок. А у вторых птиц на втором острове клюв становился, наоборот, острей и закругленней, чтобы кушать манго. Ну то есть, а как вы это можете объяснить вообще? Это все только предположения. Исаак Ньютон говорит, гипотез не сочиняю. Это один из вариантов, мы думаем. Вот дело в том, что промежуточных между кошкой и собакой, между китом и гальяном, карасем, нигде нет промежуточного. Ничего. Между слоном и мышью нет промежуточного. Нет. Ну, хорошо. Вот я, кстати, еще видео смотрел недавно, как вы гальяном готовите и кушаете. Да. Блин, такие воспоминания навевают. У меня просто в деревне, я жил сам, все детство. Мы тоже постоянно, у меня дед ловил гальяна. Прям куча. И у меня бабуля их в сковородке готовила. Я вот когда смотрю ваше видео про гальяна, тех же. Да, как вы комментарии давали про это? Конечно. Да там кто-то говорит, баба жарила, говорит, с яйцами, там, говорит, пальчики оближешь. Вот, да. Я даже так же писал. Вот эта встреча, вот эта встреча. И главное, я сегодня только считал это. Сегодня считал. Это Господь. Я говорю, Господи, пошли нам человека, который пожелает слышать благую весть о Христе. Нет, извиняюсь, конечно, но я не готов слушать благую весть о Христе, потому что ни во что не... Но вот именно как человек вы интересный, очень харизматичный, такой прям вот, вот мне все нравится. Я смотрю видео ваше постоянно. Пересматриваю по 10 раз одно и то же. Как вы с детьми там в лагере купаетесь, у вас не хочет купаться этот... Забыл, как зовут парня. Он не хотел купаться, вы все его заставляли. Ну да. Потому что ребенок должен купаться и должен не отставать от них. А то там не хотел купаться Паша и звать Павел с Казахстана. Павел с Казахстана. Вот, да, да, да. Он везде передовой, перед девчонками королем, а купаться никак. И наконец научился плавать, ну теперь он и благодарит Бога. А еще смотрел, как родители написали заявление, мама написала заявление, что... Да, Тимоша, Тимоша... А я посмотрел, какой голод, ну обычная деревенская жизнь. Пряники, это на сладкое, на десерт, так сказать. Каша, компот, все как надо. Вкусно, хорошо, почему нет? Имеет место быть, так сказать. Так тут чудо-то какое. Они развелись с мужем, его Михаил, а ее Светлана звать. И ребенка ему присвоили. А за кадром вот еще что. Что она написала прокуратуру, что мы зарядку делаем на траве. Я говорю, на траве зарядку делаем. Да как это плохо-то? Но теперь она мужу сказала, я хочу сама поехать по Теляевку. Вот что еще дальше-то? Продолжение-то какое? Мы за нее молились, и она полностью сама себя прежнюю отвергла. И стала по-другому смотреть. Ей, Тимошка-то приехал, так интересно все стал рассказывать, и мать склонилась на нашу сторону. Это круто. Так, я хотел спросить, вопрос задать вам один. А зачем вы тело свое изрисовали так? Тут я могу вам ответить по-религиозному даже. Да, там написано. В Библии написано. Мне кажется, это красиво. Нет. Понимаете, вот в этом суть. Суть самая, что красивое кажется только. Потому что это тело самое совершенное, что Бог дал. Вот вы сейчас сами меня сподвигли, чтобы я вам сказал, что если тело это храм божий, правильно? Да. Почему бы не украсить своды? Почему что? Почему бы не украсить своды? Он украшен. Он украшен. Это только мазня человеческая. Женщина красит губы. А для чего? Иоанн Затаус говорит так. Если Бог не дал красоты, на полтинник не купишь. А это в 4 веке. А Ефрем Сирин говорит, для того, чтобы завлечь чужого самса. Но у нас с вами не получится какого-то прям дискуссии, потому что вы очень умны. Я вот подчеркнул видео. Вы слишком много знаете. Прям слишком. Не то чтобы много, а реально очень слишком много знаете всего интересного. Но вот простой, весьма простой у меня ответ. Если Бог создал нас, это как храм божий. Но храм же божий украшают своды. Изнутри. Так, остановитесь минутку. Храм изнутри. Храм, если церковь стоит, ее никто не приходит и не молюет на ней что-то. Вот храм... А внутри это сердце, покаяние, любовь к Богу, милосердие. Вот. А внешне ты что? В Библии говорится, не делай письменно теле твоем. Запрет от Бога. Бог говорит, это я создал. Зачем ты подправляешь меня? Ты Бога подправляешь. Вот картина Репина или Рафаэля. А я буду подправлять. Что мне скажут? Скажут, ты что, дурел мужик? Конечно, да. Ну, вот, реально, единственный, наверное, человек, который смог ответить на мой вопрос, что, ну, то есть, если тело это храм божий, то почему бы не украсить своды? Мы смогли ответить. И причем ответить так, что я остался без всего. Нет защиты у меня. Внутри написано, украшай себя внутри для Бога. Потому что наша душа невеста для Христа. А внешне он все сделал сам, не прикасайся внешне. Вот он женился, допустим, царь. Она снаружи уже украшена. А внутри она непослушная. Он на ней трудится, чтобы она была послушная. Внутри. Вот я с одной здесь знаком. Она говорит, ну, видно, что иногда не слушается. Я с мужем стал говорить. Скажи, когда ты женился, какое качество в жене искал? Ну, чтобы красивая была. Я говорю, красивая у тебя жена. Ну, и дети красивые. Ну, говорит, я ошибся. Надо было искать послушание. Она мне все время противоречит, говорит. И все. Я взялся, говорит, что-то делать, белить. Я решил. Она приходит. Не так, давай по-другому. Я все сделал. И звездку достал, говорит. И побелил комнату. А она по-своему. Вот самое дорогое это послушание. Знаете, еще про вас есть на Ютубе очень много всяких роликов. Ну, то есть, ребят, и лапки, и секторы, и гла. Да я знаю это, знаю. Как вы относитесь вообще? А я отношусь к этому так. Есть такой философ Уольт. Уольт. Он писал так, говорит. Баскар Уольт. Да. И он говорит. Я прочитал много клевет на вас. И теперь я точно уверен, что вы очень хороший человек. А я бы ответил проще. Не суди, да не судим будешь. Дело в том, что если рыба плывет против течения, она живая. А если по течению, это дохлая. Если враги нападают, это означает, дьявол очень летует, недоволен. А для меня за это награда. Господь говорит, радуйтесь, веселитесь, когда вас будут поносить, злословить за имя мое. А эти люди, которые вокруг моей колокольни-то бегают, мочатся там, у них ничего нету. У меня только роликов здесь 14 тысяч 400. А эти враги нам вреда никакого не делают. А, можно спрошу, у вас вот была женщина с детьми, мать многодетная. Да. Вы ее хотели приютить? Но. Но вы так, мне не понравилось, что вы так отозвались, что, например, она хотела в большой дом заехать. Дом Владимира, по-моему. Да. И мне так не понравилось, что вы сказали, что это не мой дом, это дом Владимира. На самом-то деле, все же знают, что все дома это ваши дома. Ну что я подарил, я не власти над ним. А она там ничего бы не стала делать. Нет, она не знает, что делать. В деревне должен быть мужик. Пилить дрова, она не знает. Надо работать на огороде, держать скотину. Она не знает. А в городе тут как-то и что-то. Вот видите, еще и курите. Уста курящего. Уста курящего. А Иоанн Кронштадтский говорит, это демонская кадильница. В церкви кадильница диакон ходит ладаном, а тут сатана навозом. Игнатий Тихонович, давайте я вам покажу что-то. Ну вот, по разговору просто, я неплохой человек. Правильно? Это вы сами себя оценили так. Перед Богом вы никакой. Если вы в Бога не верите. Допустим, я закончу мысль. Смотрите, вы перед Богом сейчас. Но сатанинский знак. Теперь, вот представьте, отец воспитал сына, а сын говорит, я поем, а тебя знать не буду. Как это будет для отца? Никак. Никак. А отец сотворил нас, дал землю, воздух, солнце. Сотворил тело, внутренности. И вдруг я всем пользуюсь, оно Бога мне не надо, отца моего, творца не надо. Ну какой я после этого? Я с одним режиссером ехал, а он, главное, спрашивает, ну вы меня увидели, дескать, какой я хороший. Я говорю, более худого человека не видел. Он скорее давай звонит в Санкт-Петербург. Меня тут за дурака считают. Я говорю, ты дурака-то еще не дотянул. Ты Бога отрицаешь. Нет, ну, смотрите, я полностью отрицаю все это. Ну, я могу просто задать вам, конечно, вопросы. Давайте, давайте, задавайте, пока возможность есть. Пока возможность есть, да? Давайте, я доволен буду, что зададите вопрос. Вот, заметьте, я отвечаю студентам на 4124 вопроса. Отвечаю, что говорит это там Библия в этом же вопросе. Что святые отцы и говорят, что говорят жития святых, и что каноны церкви. Хорошо, вот я от себя задам вопрос. Как вы можете прокомментировать историю, ну, из Библии, про Иова? Давайте. Про Иова. Вот что вы можете, как это откомментировать? Ну, то есть, Бог решил поспорить с Сатаной. Да. И просто поиздеваться над добрым человеком. Что он хотел купить? Что он хотел купить? Ну, по порядку, давайте. Вы задали вопрос, умейте выслушать, не перебивайте. Бог мог его не создавать. Жена ему говорит, Бог не прав. Похули Бога и умри. Бог безбожника убьет. Он говорит, ты как одна из жен неверующих, безумных. Неужели за доброе будем славить, а за злое не будем? Иев оставил нам пример. Это минимум, минимум 3600 лет уже. И люди смотрят на многострадального Иева. Он ничего не потерял. Он с Богом. Он прославлен. В этой жизни, ну, человек, который, допустим, говорят, Орловский такой-то. Ну, в интернете еще фильм поставлен, председатель. Там Михаил Ульянов его играет-то. Что он претерпел? Как ему оторвало руку и прочее. Он герой Советского Союза. И первый миллионер сделал колхоз там в Белоруссии. А жизни-то нет никакой. Он понимает. Жену оставил, взял другую. И дальше-то у него такое идет. Он ничему не рад. Для Бога, если я живу, у меня все открыто и честно. И Иев, он увидел, что Бог делает не так, как всегда. И он потребовал суда у Бога. Господи, я выйду, щискак золото. И Господь тогда ему сказал. Вот последняя, 39-я глава до 41-я, об этом говорят. А друзья, которые обвиняли его, Господь говорит, от них я даже не приму молитвы. Пусть жертву только принесут, а помолятся Иев. Иев ничего не пострадал. Он пострадал краткое мгновение. Почему Серафим Саровский говорит, вот вообразите, вот эта комната, мы сидим, она вся наполнена червями. И все черви до одного грызут нас во всех направлениях. Ну, немножко потерпеть лет сто стоит, когда там вечность. Бог знает, что со мной сделать. Он знает мои силы. Я тоже думал, вот смотри, меня арестовали. Как раз 9 мая. Меня везут, городская елка. У меня там, я издаю плев, это, насчитал 50 книг. У меня фонд, вот он в студии, все разграбили. Меня арестовало, КГБ увозит. Но когда пришло помилование, а потом реабилитация, вот где я сижу, это я высудил у них. У меня бы ничего не было. А теперь у меня огромный опыт. Сколько людей, следователь, заключенных обратилось. А туда я не мог прийти. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Бог открыл мне двери. А вначале мне казалось, как тяжело. Но Господь расположил людей. В камере каждый день проповедовал два часа. Молюсь на пять часей, по полтора часа пять молитву. Я там получил такой опыт, которого здесь за тысячу лет не получишь. Почему? Солженицын говорит, уходя, я сказал, благословляю тебя тюрьма. Да, благословляю тебе тюрьма, Солженицын. Хорошо. Так что Ев здесь выполнил роль, которую Бог назначил ему. А вот у нас брат недавно умер здесь. 17 лет парализованно лежал, Сергей. 17 лет, только одно плечо двигалось. А он иконописцем стал на весь мир известный. Он, говорит, со себя вернулся, был бы неверующим. Ростом два метра почти. Кого хотели наказать, его посылали, как убийцу. И теперь я нашел Бога, и назад не поверну никогда. И он умер вот 50 дней назад. Хорошо. А все-таки как вы прокомментируете его? Иова. Так что Иова? Ну, про Иова. Вот эта история про Иов. Я не совсем пойму, что хотел Бог этим показать. Ну, то есть, что Иова... Бог хотел показать, что любовь есть. Что Он меня любит не потому, что я Ему дал тысячные стада. И, сыновей, в один день берем все. А это ангелы стоят. Сатана говорит, Господи... Ну, Сатана, это бывший ангел-то. И за мятеж, за революцию Бог его сбросил. Я сейчас закончу. Заметьте. И он у Бога как бы выпрашивает. Господь говорит, делай. А ангелы смотрят. Это как свидетели. И, наконец, все развалилось. Коммунизма нет, фашизма нет. И ангелы рукоплещут. Опять ничего не получилось. А Сатана посрамленный идет теперь. Бог показывает ему. Любовь побеждает. Но не обман. Любовь побеждает. Ну, то есть, смотрите, вы считаете, что добрый человек, Иоанн тот же, да? Да. Он должен был прострадать, лишиться всего. А кончилось чем? Он доказал, что Сатана опять... Ну, а чем кончилось? И Бог ему после этого дал вдвое больше, чем имел. И опять 10 детей родилось у него. В Библии нет этого, что Бог ему дал больше, чем он имел. Он написано и получил, он в два раза больше, чем до этого имел. Концовка-то какая? 41 глава говорит. Дал ему, и опять снова родились у него дети 10. А Златоуз говорит, почему? Если тогда были 5 тысяч, стало 10. А почему детей не 20? А потому что дети, которые умерли, раздавленные домом, они живы. И поэтому 20. Они живы у Бога. Ну, хорошо, смотрите. А вот если, например, Бог нас, Бог нас создал по образу и подобию своему, правильно? Да. То почему у вас, в принципе, есть грех? То есть, значит, Бог сам грешен? А почему тут Бог-то? Бог грешен. Ну, хорошо. Скажите, вы пошли в школу и научились курить. Отец виноват? Конечно. Ну, если Бог, он создал нас по образу и подобию. По образу и дал свободу. Не забывайте слово «свобода». Дал свободу выбора. И сказал, вот добро и зло. Вот благословение и проклятие. Вот жизнь и... Так, вы перебиваете. Вот жизнь и смерть. Избери жизнь. Зачем вам умирать? Человек все время на выборы стоит. И почему Достоевский говорит? Дьявол борется с Богом. А поле битвы сердца людей. И победа на той стороне, где мы станем. В нас битва. Я бы очень хотел услышать ваши дискуссии с таким человеком, как Невзоров. Вы знаете, да, кто такой Невзоров? Ах, так как, назовите еще раз. Невзоров. Что-то не пойму у них. Я могу написать даже. Ну, как-то скрывается. Невзоров. Ну, еще... Да я же... Да Невзоров не просто так знаю я его. Невзоров. Еще бы. Александр. Александр. Александр Глебович. Да. Главный воинствующий атеист России. А для меня вы главный воинствующий, как говорится, верующий России. Так, вот у меня на Ютубе, у меня, я 32 ролика его по просьбе людей разбирал. Мне подкидывают его ролики. Дайте комментарии. И я показываю, какую пользу он бы мог принести церкви. А что? Меня в Москве спрашивают про это. Я говорю, а вы сделайте, кто у него там противники? Ну, допустим, Щаплин, Всеволод, Андрей Кураев, самых умных изберите. И позвоните ему и скажите, Александр Глебович, от нас делегация к вам, примите побеседовать. И запишите все. И что он вам будет говорить, обличать, вы это примите и посмотрите, что можно выполнить. А не так, где он, уходите. Они уходят, а люди пишут, смотри, как черные демоны-то испугались о его. Нет, ну на самом деле, я же говорю, я бы мог бы поставить по уровню интеллекта. Вот я вообще ни в подметке не гружусь, ни вам, ни Взорову, ни Сергеевичу. А вот если бы вы склеснулись два разума, это было бы очень интересно. Это было бы, я бы смотрел 10-100 тысяч раз подряд. Давайте устройте, устройте эту встречу. Я согласен. Я дал согласие. Теперь его. Как я могу устроить? О, вам не надо будет отвечать, а только устроить, устроить всего только. И то вы уже начинаете в сторону билять. Нельзя, это так. Вы сделали предложение, я его принял, я утвердил и сказал, аминь. Давай, как вас звать-то? Даниил, Даниил. Даниил? Даниил, да. Тогда давай, Даниил, начинай. Вы на меня знаете, как выйти по скайпу, Игнати Лапкин. И вы на скайпе сразу меня найдете. То есть вы хотите, чтобы я написал Александру Глебовичу? Обязательно. Дайте мои данные все. Вот вы на меня выйдете. На самом деле, я боюсь, что ситуация такова, что он знает, кто вы. Но дело в том, что, как говорил сам Александр Глебович, я, говорит, шлюха, продажная шлюха. Извиняюсь. Но он это сам говорил. Да. Продажная шлюха. И за деньги я готов на все, в принципе. Ну, разница у нас большая. Большая между нами разница. Вот, видите. И дело в том, что если бы я ему заплатил, например, миллион, он бы, конечно, с вами вел дискуссию. Но у меня нет этого миллиона. У меня вообще ничего, в принципе, нет. Но вы найдете такого человека, которого он знает и прислушивается. И скажите, вот такой-то человек, верующий, православный христианин, у которого нет ни машин, ничего, ржавый велосипед. Скажите, что человек бесплатно образовал лагерь. Тысячи детей у него за 45 лет были. И власти его все время гнобили. Ваши власти безбожные. Скажи, вы хотите встретиться? На любой вопрос я согласен ответить ему. На любой. Ну, а вы вообще видели, как он общался с попами? Ну, конечно, видел. Я повторяю, 32 ролика его я полностью разбираю в интернете. Вы зарядите Лапкин и Взоров, и эти ролики выйдут. Его ролики я разбираю. А мне и говорят православные. Вы его больше хвалите, чем это, поносите. А я говорю, я не поношу и не хвалю. Я просто смотрю со стороны, какую пользу он мог бы принести. Но на самом деле очень мудрый человек. Он очень много интересен. Ну, то есть, ему обычные попы не могут ответить. Я еще раз говорю. Я гарантирую ему, стопроцентную гарантию, отвечу на все его вопросы. И которые он священникам задавал, я в интернете их ответил уже. А они отвечены все. Вот смотрите, вы слышали такого на Украине, Сашка Билый, Музычка? Но, и вот я в Москве был, меня спрашивают. Ну, его там как-то где-то зажали, какой-то карась или как-то называется там таверна. Его застрелили. И меня говорят, вот вы со всеми находите общий язык, там, с мусульманами, со всем. А вот с Сашкой, Музычкой, нашли бы язык? Я говорю, искать не стал, потому что это я. Я с детства хотел стать террористом. Отомстить коммунистам за то, что они сделали с моей родиной. С пяти лет я уже готовился с ножами и с разными ружьями. Я говорю, Игнатий Тихонович, вы очень мудрый человек, вы прям. Но, опять же, смотрите, то есть вы смотрите, как вы влияете на наше поколение. Я не верующий абсолютно ни во что. Но я смотрю вас, черпаю какие-то знания, но эти знания уходят не в религию, а уходят просто в быт, так сказать. Я никогда не поверю. Я никогда не поверю. Но я смотрю вас и черпаю знания. Как вы можете вот это вообще прокомментировать? Ну, то, что смотрите, реально вот человек, который ни во что не верит. Почему он смотрит вас? Почему? А вы знаете такого? Комментатор есть, выходит блогер, там журналист, шахматополексей. Я не слышал. Он очень известный. А вы слышали, что на священника Владимира Головина там сильно нападение было, его там запретили? Ну, и сейчас вот он вышел, шахматов к людям и говорит. Мне поступают сведения вот такие, чтобы познакомился с человеком вот такой интересной судьбы. На меня, говорит Клапкин Игнатий Тихонович. Как это? Какие ваши советы будут? Какие вопросы? То есть он сейчас готовится к этой встрече? Этот журналист, блогер. Интересно. Но с невзором я бы с удовольствием встретился. Я бы говорю, я бы смотрел это видео сто тысяч раз. Но знаете, что-то дело. Дело в том, что о вас очень мало людей знает. Ну да. Вы скажите ему, скажи, Александр Глебович, что Лапкин готов с вами встретиться не один раз. По всем вопросам, какие у вас есть, будет встреча. Ни от одного вопроса я не уклонялся. Преподаваю в университетах только в одном 18 лет. Я нигде, ни на один вопрос не ушел в сторону. Я отвечал четко, ясно, никому не угождая. Я смотрю всегда выше голов. Даже если я вам сейчас задам какой-то вопрос, вы все равно на него ответите, я это знаю. А у Александра Глебовича, у него, ну он все-таки атеист. Он задаст такие вопросы, на которые вы не сможете все-таки ответить. Нет, нет, нет. Я вел, знаете, встречи у меня были в академгородке Новосибирске. Одни профессора и академики сидят. Я вышел когда за кафедру, я сказал. И Библия отвечает на все вопросы, кроме одного. Один мужчина встал, один, ну, когда будет конец света, Господь скрыл это. Один мужчина встал и говорит, а я знаю Библию и скажу вам, что вы ошибаетесь. Я говорю, я три вопроса разрешаю вам задать. Вы достаточны? Он говорит, конечно. Но если я отвечу, вы перед народом можете сказать, что вы ошиблись? Конечно. И он задает вопросы. Вопросы серьезные, видно, что ему никто не отвечал. Я отвечаю перед всем залом. А тут сидят доктора, там разные, там, ну, академгородок. Когда я последний вопрос ответил, там рукоплескали все. Он встал, этот, попросил прощения и сразу вышел. Я говорю, а кто он такой? Да, это, говорит, профессор один. Он, говорит, давно к баптистам ходит. К баптистам. Вот и все. Это Бог отвечает, не я. Меня привезли в больницу. Слушайте, привезли в больницу. И в первый же день ко мне в коридоре подошел один человек. И говорит, я профессор такой-то. Там какой-то татарин. Я вас много слышал. У меня есть к вам вопросы. Я говорю, давайте. Я ему ответил. Ну, вы можете своими словами сказать-то, не ссылаться на Библию? Я говорю, а я вас сразу узнал. Почему? Это сатана желает у меня за ограду выбросить, а там расправиться. Спасибо. Спасибо.